Пирожки с зеленым луком, рисом и яйцом Отваренный рис, растительное масло без запаха для обжарки, сырое яйцо, кефир, мука, сахарный песок, разрыхлитель для теста, соль и черный молотый перец Сначала приготовим начинку. Для этого зеленый лук порежем. Отправим его в миску. Вареное яйцо можно порезать, а можно натереть на крупной терке. Я натру. Яйцо отправим к луку и туда же рис. Начинку перемешаем. Теперь займемся тестом. В миску выливаем яйцо, разбалтываем его, вливаем кефир, смешиваем. Добавляем соль, сахар, перец и опять размешаем. Разрыхлитель для теста я смешиваю с мукой. Всыпаю в тесто и размешиваю, чтобы не было комочков. Муки может быть как больше, так и меньше. Это будет зависеть от самой муки. Будем ориентироваться на консистенцию теста. Вот оно такое должно быть, средней консистенции. Оно стекает с венчика. Теперь к тесту отправляем начинку и опять как следует размешиваем. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Оно с трудом падает с лопатки. Подготовим тарелку, куда мы будем вынимать наши оладушки. Застелим ее бумажным полотенцем. Жарить я буду на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне. Сковороду я взяла с толстым дном. На сковородку в разогретое масло укладываю по 1 столовой ложке теста на расстоянии друг от друга. Когда с одной стороны оладьи зарумянятся, переворачиваем их на другую сторону. Вот и со второй стороны оладьи пожарились. Снимаем их на бумажное полотенце. И начинаем жарить следующую порцию. Переворачиваем. И снимаем. Из этой порции у меня получилось 10 штук. Оладушки с двух сторон равномерно обжарились. Сейчас я покажу, как они выглядят внутри. Вот посмотрите, я разламываю и видно, что они полностью пропеклись. Все ингредиенты видны. Зеленый лук и яйцо. Они мягкие и на вкус получились нисколько не хуже обычных пирожков.